Кузнец Мы читаем списки жертв репрессий. Имена, которые, казалось бы, ничего для нас не значат. Неизвестные нам люди. Волок Емельян Иванович родился в 1886 году в станице на Кубани. Проживал в городе Харьков. Председатель Украинского бюро Союза шоферов. Отбывал наказание в словецкой тюрьме. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Григорчук Яковчук, Андрей Климович. Расстрелян 26 ноября 1937 года. Но однажды кто-то прочитает имя твоего предка. И, скорее всего, ты даже не узнаешь об этом. Но твой мир дрогнет, как мираж в кино, и изменится. Это как взмах крыла бабочки. И никогда не догадаешься, почему твоя жизнь изменилась. Можно о личном. Я из семьи репрессированных. Я Тамбовская. Я внучка и правнучка Антоновского восстания. Я из кулаков-мироедов. Всех убили. Я много лет была замужем за человеком, чей дед репрессировал, расстреливал, сажал. А потом он, тот внук, то есть мой муж, сидел в той же зоне, где сидел мой прадед. Уравнялись. Люди, которые репрессируют сейчас, сядут сами. И сядут их дети и внуки. Не исключено. Совсем не исключено. Те, кто ныне зовутся силовиками, должны помнить об этом. Помните. Или давайте вместе изменим это. Прекратим это все. Сейчас я расскажу вам о деле так называемого нового величия. Несуществующей экстремистской организации. Это дело о провокации. Его на самом деле нет. Но оно есть. И сроки есть. Да какие? Семь лет реального лишения свободы. Просто за чьи-то влажные фантазии. Внедренный агент спецслужб. Придумал организацию, а потом сдал ее. Наверное, премию получил. Придумал чат в телеграмме. Вовлек туда людей. И теперь их за это осудили. А его нет. Защита за время процесса, а это два с половиной года, не оставила камня на камне от аргументов обвинения. Свидетели свидетельствовали. Подсудимые сидели в СИЗО и под домашним арестом, и давали показания. Экспертизы производились вновь и вновь. Правда, очевидно, всем. Включая, кажется, и судью. Новое величие не организация, не экстремистская. Подсудимые не были, не состояли, не участвовали в тех делах, которые им беззастенчиво приписывают. Вот это строчки из письма марша матерей. Тех, что с плюшевыми игрушками наперевес, прошли по Москве два года назад. И их стало много. И мужчина на марше говорили. Отец тоже мать. Происходящее с нами – это катастрофа, пишет один из обвиняемых по делу нового величия накануне приговора. Но мы так привыкли к катастрофам. Бог тропел и нам велел. Я не знаю, в каком еще языке есть такая поговорка, которую я слышала от прабабушки, от бабушки и от мамы тоже. Репрессии по политическим мотивам. Репрессия несогласных – это позор. Дело нового величия – политическое дело. Дело нового величия – спровоцированное дело. Целиком и полностью придуманное и реализованное на Лубянке. А сидят реальные люди, обычные пацаны, которых еще и пытали, били и насиловали рукояткой молотка. Что здесь нового? Да ничего здесь нового, даже особого величия нет. Все по-старому в России, матушки. Поэтому и нет цифры окончания сталинских репрессий на памятнике в Берлине. Все понимают – ничего и не кончилось. Но когда-нибудь в Берлине, Париже, Нью-Йорке или в Москве у памятника с жертвами нынешних репрессий незнакомые вам люди прочитают ваше имя или имена ваших детей. Слабое утешение. Эмблема нового величия – стилизованный феникс. В приговоре – стерилизованный. Судья, не моргнув глазом, так и сказал – стерилизованный феникс. Какая ему разница, что феникс, восставший из пепла, что феликс, восставший из пекла. А разница есть. И он вспомнит о ней, когда на эшафот поволокут его детей и внуков. А ведь поволокут, когда наши кончатся.